Надеть противогаз за считанные секунды, принять верное решение еще быстрее. Председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыль» Михаил Дикань в 80-х был ликвидатором. Чернобыльская атомная электростанция унесла жизни тысяч спасателей. На выставке к 25-летию МЧС отдельная экспозиция средств защиты – противогазы, дозиметры, аптечка тех самых времен, когда с радиацией справлялись практически вручную. Самое страшное было, что в радиации с законом нет. Вот посмотрите на этот столик. Вот тут это помещение. Вот здесь один уровень радиации, вот здесь другой уровень радиации, здесь третий уровень. Это одно и то же помещение, здесь третий, а здесь пятый. Вот представляете, ты вот можешь пройти, ничего не будет, а за тобой кто-то прошел и заболел, и получил острую лучевую болезнь. Чернобыльская трагедия произошла за несколько лет до создания МЧС, который в 2015 году отмечает свое 25-летие. На счету спасателей только за минувшие пару лет десятки подвигов – эвакуация российских граждан из Йемена, ликвидация последствий падения Челябинского метеорита, участие в спасательной операции в Китае. Хотя сами специалисты МЧС свою службу считают просто работой. Жизнь на острие опасности – это привычные будни смелых и сильных людей. Кто сегодня приходит в ряды МЧС? Приходят как молодые люди, так и девушки. В общем, альтруисты своего дела, которые желают трудиться, желают оказывать помощь, полны энергии и готовы служить народу. Информационные стенды, фотографии, за каждой строкой и снимком не только горе и боль катастроф, но и надежда на спасение, подаренные специалистами МЧС. За четверть века накоплен уникальный опыт спасательных и гуманитарных операций, многие из которых проводились и за рубежом. Одинцовская экспозиция открывает череду праздничных мероприятий, приуроченных 25-летию МЧС. Уже совсем скоро экспозиция отправится в Можаиско, дальше по городам Подмосковья. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.